Помнить, чтобы избежать. Третье воскресенье ноября – День памяти жертв ДТП. В понедельник аллея памяти на улице Куконковых очередной раз стала местом проведения траурного митинга и молебна по погибшим в автокатастрофах. В мире дорожно-транспортные происшествия уносят 3000 жизней ежедневно. Печальная статистика не обошла и наш регион. На сегодняшний день зарегистрировано на территории Ивановской области 77 погибших. В основном, основная масса погибших – это были у нас мужчины. Мужчины-водители, которые пренебрегали правилами дорожного движения, а именно не соблюдали скоростной режим, выезжали на полосы, не соблюдали очередность проведения перекрестков. День памяти жертв ДТП не только для людей, потерявших в автокатастрофах родных и знакомых. Это касается каждого. Живя в городе, человек ежедневно участвует в дорожном движении. Неважно, в качестве водителя, пассажира или пешехода. И каждый так или иначе влияет на безопасность. Нужно начинать с себя. Когда ты идешь через дорогу, ты же будешь сам в первую очередь смотреть. Надо помогать стареньким людям переходить дорожную дорогу. Сотрудники ГИБДД ввиду своей профессии сталкиваются с дорожно-транспортными происшествиями ежедневно. Видят, как минутная халатность на дороге может искалечить судьбы людей. Чтобы донести до участников движения мысль о необходимости соблюдать правила, недалеко от аллеи памяти прямо на дороге припарковали эвакуатор с автомобилем, побывавшим в серьезном ДТП. Инсталляция, которая говорит сама за себя. А вообще как-то дополнительно иллюстрировать это вовсе не обязательно. С последствиями нарушения правил дорожного движения ивановцы сталкиваются регулярно. В новостях, в соцсетях и на улицах. Последний случай произошел накануне вечером на пересечении улиц Лежневской и генерала Хлебникова. Водитель автомашины Рено при повороте налево с полосы, к которой предназначено движение только прямо, совершил столкновение с автомашиной Киа. В результате дорожного трансприсшествия автомашину Киа и Рено так опрокинуло, что пострадал один пешеход, который стоял перед пешеходным переходом, ожидал свой сигнал светофора. В результате ДТП погиб водитель Рено. Пешеход и водитель автомобиля Киа госпитализированы. В обстоятельствах ДТП продолжают разбираться полицейские. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванова. Продолжение следует... Продолжение следует...